Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем с вами кругосветку FIFA 23. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересно игровое прохождение или летсплей на ютубе. Буду рад, что с тех, кто вы видите. Ну что же, продолжаем нашу кругосветку. Как вы видите, мы на первом месте, и давайте пробежимся по матчам, которые нам сегодня придется отыграть. Итак, это выездная игра против Камбура, это домашняя против PSV и выездная против AZ. Так что сегодня у нас матч, так сказать, за первое место, потому что всего лишь одно очко лидерства. И вот PSV как раз ни разу никому еще не проиграл. Единственная команда, которая стала в чемпионате Голландии. Вот мы, мне кажется, должны взять вот эту вот ношу и постараться все-таки их обыграть. Ну а пока что у нас игра против Камбура, они идут на 17-е или какое-то место, ну не 17-е точно. Нет, действительно 17-е, я не думал, что так много команд в Редовизии, но да ладно. В итоге идут действительно на 17-м месте, у них 5 очков в их резерве, поэтому мы играем на выезде. Где-то, может быть, немного ротирующий состав у нас будет, но в начале пресс-конференция. Ну что же, сделаем небольшие замены, Хойчдонг выйдет в старт вместе с Фамие, Кюлерт на стартовом составе также Ланга поставил и Отят Аллаха, поэтому посмотрим. Все-таки, мне кажется, можно дать шанс ребятам, которые не так много у нас времени получают в основное время, поэтому попробуем посмотреть на них в старте. Играем на выезде, поехали. Ну что же, Херенвен в рамках чемпионата Голландии сейчас идет на первом месте, поэтому вроде мы впервые вышли на единоличное первое место, поэтому это отличный шанс сейчас увеличить отрыв. То через Олсона, отлично. Можно аккуратненько по флангу, Олсон. Отлично, Фамие на Кюлерта и тот открывает счет. Отлично, уже на восьмой минуте. Вот два игрока, которые у нас чаще всего были игроками скамейки запасных второго состава. Вот теперь они соорудили вот этот гол. Говорят про это. И какой опасный удар от Хойдемейкерса. Фамие, хорошая передача на Кюлерта без офсайда. Кюлерт может двигаться дальше сам. Пасует на Хойджидонка. Тот с мячом. Останавливает. Пас. Олсон дальше на фланг. Здесь уже Хае. Подавать можно на дальнюю. И Кюлерт забивает дубль. Уже в первом тайме два мяча забил. Этот Цапник. Отличную. Показывает он игру. Отлично вот здесь. Откликнулся на эту, естественно, передачу. И аккуратненько в падении забивает свой дубль. Уже четвертый гол у него в этом сезоне в шести матчах. Так вот, опасный момент. Сейчас удар. Но Ноперт отлично отыграл. Выручает команду. Пошла подача. Отлично. Ольсан накрывает. Этот вот удар. И здесь уже просто Круз не попадает в створ. Но момент был очень опасный. И вот она передача на Терхейда. И снова Нопер. Но шикарно играет сегодня наш голкипер. Много спасений. И абсолютно заслуженный. Нули на табло. Именно в графе забитых мячей у Камбура. И Фомиев замечательно остановил. За мяч вот Кюллер бежит сейчас забивать хэтрик. Возможно. И нет. Здесь уже момент был очень опасный. Здесь уже мы решили что-то выдумать. Попытаться забить красиво. Не вышло. И он уже в штрафной. И пробить здесь можно. Хороший удар в створ. Подбор за Камбуром. Но побежит в любом случае Херенвен. Уверенная выездная победа. С счетом 2-0. Кюллер-то забил дубль. И вот. Отличное тренерское решение было выставить именно на этот матч его, а не того же Халиловича. Итак. Снова у нас игра против топовой команды в чемпионате Голландии. На очереди у нас PSV. Действительно команда очень хорошо идет по ходу этого сезона. Единственная оставшаяся за 10 матчей, которая ни разу еще не проиграла. Мы проиграли Аяксу, но мы зато обыграли Фейнорд. Вот. И мне кажется, вот эти вот три команды PSV, Фейнорд и Аякс. Самые главные в чемпионате Голландии. И вот уже одну победу над одной из команд мы смогли одержать. Но сейчас главное нам действительно одержать победу над PSV. Другие конкуренции никакой нам не дают. Как-то вот АЗ даже опередил. Тот же самый Аякс, Фейнорд мы видим. Но все же. Постараться нам сегодня надо. Мы играем дома. Но напомню, что дома-то мы как раз и проиграли Аяксу со счетом 1-3. Состав будет стартовый. Вместо только Фамией я поставлю Ходждонка. И все. Итак, главный матч Тура и, наверное, главный матч первой половины, либо первого круга чемпионата Голландии. Херенвен принимает PSV. Первая команда сейчас именно Херенвен против второго места PSV. Команда, которая еще ни разу не проиграла в чемпионате Голландии. Но все же идет сейчас на втором месте. Они дважды сыграли в ничью. Ну вот, посмотрим, как сложится игра между двумя вот этими командами. Так, вон, Эвик. Отлично. Ходждонг. Хороший заброс на Халиловича. И 1-0. 56-я минута. Халилович забивает. Классный гол. Слет обробил. Но вот у нас сегодня пока что только цапники. Забивают дубль. Забил Келлер. Товорот Акамбура. Играя на этой позиции. Ну а здесь вот и Халилович. Нет, кстати, не с лету. Почему-то я уже думал, что он прям с лету. Но можно отметить уж точно голевую передачу от Ходждонга. Аккуратненько забросил так на Халиловича. И тот отправил мяч в дальний угол под самую перекладину. По флангу развивает атаку. А в итоге доборолся. И подача идет на Ходждонга. Тот пробивает. И Бенитес выручает. Будет угловой. Хае на подаче. Отличный удар. И будет очередной угловой. Бенитес высказывает защитникам, почему дают столько возможностей у себя в штрафной при подаче. Так, Авила через Хае. Очередная подача. Но здесь уже Довбик пробил прямо в руки голкиперу. Халилович. Отличная передача на Ходждонга. Но надо, надо здесь уже забивать. Уже все он сделал. Даже на пустые уже решил кому-то отпасовать. Но мне кажется, тут надо было пожадничать и решать самому Халилович. И пошел заброс на Ольсона. Не знаю, успеет или нет. А он перебрасывает Бенитеса. И это 2-0. На 90-й минуте и все. Без шансов. Херен Вен наносит первое поражение для ПСФ в чемпионате Голландии. И вот так вот замечательно ставит жирную точку в этом матче. Ольсона аккуратненько перебросил. И не успели. Не Бенитеса, не Сангаре. Хотя нет, там не Сангаре бежал. Там бежал... Другой центральный защитник. Вот. Но Ольсон забивает, мне кажется, очередной мяч. И все, финальный свисток. Уверенная домашняя победа. Прям как над Камбуром. С таким же именно счетом. 2-0. Херен Вен одерживает победу. Ну, голы сегодня были действительно на загляденье. То под перекладину от Халиловича. То шикарный удар по нынкой, парашютикам таким от Ольсона. Так, нам пришло сообщение от Бочневича. Привет, тренер. У нас в последнее время все здорово. Вы знаете, что мне нравится играть в вашей команде и играть в этом клубе. Я просто думаю, что это хороший момент, чтобы поговорить о продлении моего контракта. И я хочу понимать свое положение. Ну, давайте посмотрим. Так, Бочневич, ну, 26 лет. Вроде, как мы видим, даже развивается. Поэтому давайте переговорим с ним. Тем более у него контракт заканчивался бы через 9 месяцев. Его уже зимой могли бы подписать бесплатно. Договориться по контракту. Так, ну, он важный у нас игрок. Не знаю, вы сейчас будете просить ключевого или нет. Нет. Договорились на важном. Давайте, ну, на 2 года. То есть в сумме это будет как бы 3. Вот. Поэтому, мне кажется, это замечательно. А дальше там посмотрим. Потому что сразу могу сказать, что мы не останемся в Хэрнвене надолго. Достигнем каких-нибудь целей со Златаном и уйдем туда. Оттуда. Вот. Поэтому давайте, ну, 5000. Мне кажется, пойдет ему зарплата. Да. Даже без подписного бонуса. Так, ну, у нас, кстати, много игроков, у кого заканчивается контракт. Поэтому давайте я просто сейчас со всеми переподпишу. Ну, что же, со всеми мы продлили контракт. У кого оставалось меньше года. Так, отлично, шеф. Я очень рад, что вы меня цените и считаете, что я могу быть полезен команде. Спасибо, что нашли время обсудить со мной новый контракт. Сейчас мне очень комфортно в клубе. Итак, сообщение от помощника тренера Том Хайе. Отлично развивается, нам говорят. Плюс один уже к рейтингу сделал. Но давайте посмотрим. Может быть, можно как-то еще и улучшить его тренировки. Ну, что же, последний матч на сегодня. И снова же битва титанов. Как нам сказали на пресс-конференции. Хэрнвен против АЗ. Первая строчка против третий. Как мы поняли, Хэрнвен может сам навязать борьбу кому угодно. И сам же может и проиграть. Единственное поражение у Хэрнвена, хоть и от Аякса было, но у других команд тоже Хэрнвен очки отбирал. И делал им первое поражение в сезоне. Так же было, как со Спартой. Так же было вот сейчас с ПСВ. Ну, АЗ идет на третьем месте. Шесть очков лидерства у Хэрнвена. Мы выходим первым составом. Ну и снова я только в старт поставлю Хойджидонка. Составы на наших ранах. Поехали. Итак, АЗ Алкмар принимает Хэрнвен. В рамках чемпионата Голландии. Начинаем. Сразу же Златан сказал, мне нужен этот игрок. И отличная передача на Эвика пошла. Ну что, это 1-0 сразу же? Действительно. Пятая минута. И уже Эвик, хоть и играя правого защитника, отлично подключился в атаку. Но у нас схема с фланговыми защитниками. Поэтому. Отличное было подключение. Можно так сказать, нашего латераля. И Эвик забивает. Если не ошибаюсь, уже второй гол в этом сезоне. Да, так и есть. Второй гол в 12 матчах. Пас на Хойджидонка. Тот замечательно навешивает на Халиловича. А Халилович... Нет. Ну, с лета решил он пробить. Халилович. Отлично здесь Хойджидонк разбирается. Но можно, можно выходить вот так вот вперед. И увеличивать преимущество Хэренвена. И, наконец-то, забивает Хойджидонк. Сегодня лучший бомбардир. Если я не ошибаюсь. Может быть, уже кто-то его и обогнал. Ну, уж точно лучший бомбардир Хэренвена в этом сезоне. Отлично он проводит свое время в аренде в Голландии. Но мы надеемся, что получится с ним договориться и вернуть его в Голландию. А может быть, и мы уже уйдем в какую-нибудь другую команду. И возьмем Хойджидонка именно туда. Через Халиловича. Ну, а тот на Хойджидонка. И снова выход 1 на 1 практически. Хойджидонк. Нет. А здесь не забил. Очень хорошо отыграл голкипер. Киркес выиграет вверх. Довбик. Снова потеря мяча. Хойджидонк. Киркес. Пас на Ольсона. С левой ноги пробивает Ольсон. И это 3-0. Голевая от Киркеса. Не получилось у нашего левозащитника забить самому. Ну, вот отдал голевую передачу. Ошибка обороны. Бочневич, с которым мы переподписали контракт. Ошибка здесь в обороне. Но Ноперт отлично вышел. Справился. Все замечательно. Хойджидонк. Отлично забрасывает на Халилович. А Халилович убирает всех и забивает. 4-0. 45-ая минута. Перед самым перерывом. Херенвен просто громит АЗ на выезде. Киркес отлично здесь проходит оборону своей бывшей команды. Просто накручивает, наверчивает. Но здесь и пробить можно. И Тахири. Тахири действительно забивает. Киркес делает 2 голевые передачи за этот матч. Именно, который у меня на памяти сейчас. Вот. Мне кажется, может быть, там еще в каком-нибудь моменте мог бы отдать. Но точно 2 уже сделал. И вот Тахири вышел во втором тайме. И отлично слева ноги в противоход сквозь защитников пробил. Счет 5-0. Ну, а Тахири, возможно, честно, я сейчас не вспомню. Может быть, и забил дебютный гол в этом сезоне. Да, так и есть. В 5 матчах он уже отыграл в этом сезоне. Но вот забил сегодня дебютный гол. Эвен. И вот он опасный момент. Ну, сейчас-то не так вот обидно. Просто всех накрутил. И в итоге АЗ забивает гол престижа. К сожалению, для нашего голкипера победы в сухую сегодня не будет. И аккуратная передача на Тахири. Тотум мчится вперед. Будет подавать на дальнюю. Там Довбик. И, наконец-то, забивает Артем Довбик. 6-1. В итоге разница в 5 мячей. Все так же была сохранена даже после пропущенного мяча. От АЗ. И шикарная подача. И с левой ноги нерабочий Довбик забивает. Отличный был у него старт сезона. Он и голевые раздавал. Но он вроде и сейчас тоже раздает голевые. Но голов поменьше стало. Но все же при таком-то счете забивает. И все. Разгромная победа на выезде у Херенвена. И не видно вроде, что АЗ на третьем месте. Идет сейчас в чемпионате. АЗ пропустил 6 мячей. 1 гол престижа забили. Но вот Херенвен прошелся катком. Так, сегодня что-то мы не смотрели. Лучшим игроком стал Хойч Донг. У него гол плюс пас. Сейчас Эвик. Дальше идет. У него 1 забитый мяч. Халилович. Гол плюс пас. Киркес. 2 голевые. Тахири. Гол плюс пас. Также молодец. Отлично. Вышел во втором тайме. Довбик. 1 забитый мяч. Ольсен. 1 забитый мяч. И также Хае. Голевая передача. Так, нам пришло предложение по Тима Зал. Из Мари Тима. Но с правым выкупом. Поэтому мы вот так вот договариваемся на полгода, чтобы его отдать. Так, пришло предложение по... Нашему еще одному центральному защитнику. А здесь уже, кстати, сразу, краткосрочную в Польше, я так понимаю, Раков Чисточи. Ну вот. То есть он не выговорил, но Раков это правильно. Наверное, я прочитал. Поэтому они сразу без права выкупа. Краткосрочную хотят. Поэтому давайте мы действительно договоримся. Тут уже дело будет за нашим Каем. Сможет ли он по контракту договориться с командой. Ну и в принципе. Там какой контракт-то ему? Ну, полгода просто отыграть. Зарплату все равно. Там 60% они будут выплачивать. 40% мы. А так он будет получать точную игровую практику. Итак, в сборную отправляются у нас игроки. Киркес в Венгрию. Ланг в Венгрию тоже. И Атеаталах в Марокко. Так, а у нас все. По Тима Залу мы с Маритима договорились, что его на полгода без права выкупа. Поэтому сейчас процентное соотношение выставим. И тоже все будет решать сам Тима. Так, Жуст Ван Акин. Очень отлично развивается. Это наш центральный защитник. Так, ну он вроде как второго состава. Поэтому давайте мы ему план развития выставим. Может быть какой-нибудь другой. Ну что ж, друзья. На этом все. Заканчиваем сегодняшний выпуск. Лидерство у нас теперь в 4 очка в чемпионате Голландии. Лучший бомбардир сейчас в чемпионате Голландии это Жак По, Ван Хойчдонг и Тезолис. Но у Хойчдонг она там разница матчей уж точно отличается. Тот же Тезолис отыграл 13 уже игр. Лучшим ассистентом является, кстати, Хойчдонг. 8 голевых передач. Лучший вратарь Ноперт. 5 таких игр в 11 матчах. На этом все, друзья. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это Ожиданных встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok